Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, вы знаете, меня иногда хомяки просто поражают глубиной своей мысли. Вот там просто я понимаю, что это не голова, а дом союза, дом мысли такой вот, знаете, глубокий и наполненный. Фраза, Лёле спрашивают, а не правда ли, что с ними Лёле легче и веселее жить? Ну еще бы, хомяки, неужели вы так хотите похвалы? Я вас и без Лёли похвалю, конечно же, с ней вам легче и веселее жить. Но вот представим на секундочку, у Лёли нет вас, хомяков. Нет ютуба, дзена, телеграммы, где она может вываливать шквал своего говнища, своих слез, жалоб, поборов, бесконечных хотелок. Ну что Лёля будет делать без вас? Ну вот представим эту многомамку в реальной жизни без социальных сетей, в которых вы ее кормите. Социальные сети кормят и вы еще добавляете. Что многомамка будет делать? Вот там уже реально жить будет тяжело и ни разу не весело. И поэтому, конечно же, вы Лёльке добавляете просто мега много веселья. Она пришла, проорала с вас дурачков, вот как бы, например, я реагировала, да, вот как я реагирую на них. Я пришла, посмеялась, что столько дурачков собрано в одном месте. Вот знаете, такие какие-то, вот Лёля какая-то немощна, убогая. И такие же самые зрители ее окружают, но они на фоне Лёли чувствуют свое превосходство. Они понимают, как в жизни у них все хорошо. И при этом понимают, как же ей бедной тяжело живется. Каждый день да что-то случается. И бедная несчастная, детей готова рожать и дальше. Рожалочка не прекращается, только мужики достойные никак на пути не попадутся. И помощники недостойные, и помощницы, оборзевшие денег больше хотят. И мужики ничтожные пошли. Никто не может Лёльку вытерпеть. И когда они нападают на Сашу, какой же он оказался дерьмище? У меня возникает вопрос, ну понятно, Саша очередной фуцин, который говно. Это все по вашей логике логично. Но мне интересно, кто бы из вас захотел себе такую невестку? Вот представьте, приходит ваша детяточка, ваш сынишка, любимый, единственный, пусть даже не единственный, которого вы взрастили, душу в свою чадушка вложили, рисовали себе радужные перспективы, какой у вас будет классный ребенок, и какой он будет настоящий мужчина, семьянин, какая у него будет счастливая семья, деточки, а вы счастливая бабушка. Вот эти все радужные перспективы. И тут он приходит и говорит, мама, прошу любить и жаловать Лёля Быкова, твоя невестка. А вы сидите и думаете, вот это он у меня притрушенный. Я не знаю, где же я его там уронила и не словила, где его там, я не знаю, подкидывала, и он мимо рук у меня упал. Может быть, какая-то травма головушки в детстве произошла. Может быть, спуск на санках неудачный, он там головой в дерево впилился. Что же с ним пошло не так, что он вот это чудо припер и говорит мне, мама, прошу тебя любить и жаловать, это твоя невестка. И мало того, вы смотрите на Лёлю, включаете Ютуб, смотрите подноготную этой тёте и понимаете, вау, да эта тётя не промах, там уже клема и пробы негде на Лёльке ставить. И тут ещё он вас ошарашивает, мама, у Лёли 10 деточек. И я счастливый отец большого семейства. И всё у меня будет хорошо. Вы сидите и думаете, вот 100% притрушенный. Как же теперь он будет пахать? И тут вы смотрите тётю, которая говорит, что мужик должен и на 2-3 работах работать, и колымить, и сутками пахать на то, чтобы обеспечить семью. И вы понимаете, в какой реальный ад попал ваш ребёнок. И как он должен будет корячиться на Лёле, на Лёленом хозяйстве, на то, чтобы прокормить Лёлю и её детей, и ещё, возможно, своего ребёнка. И мало того, он вам периодически привозит весь этот детский сад и говорит, мама, это все твои внуки, ведь чужих детей не бывает. И я понимаю, в каком вы диком восторге. И, конечно, я понимаю, что когда он расстанется, это будет самый с ней, это будет самый трагический день в вашей жизни. Вы ему так и скажете, ты чего, чмо? Ты чего, Олух, натворил? Тебе какая грандиозная, выдающаяся женщина попалась? На Ютубе её все любят. Посмотри, сколько почитателей её талантов. Да я сама почитатель её таланта. Что же ты натворил, подонок такой? Ты как мог её бросить в трудной ситуации? И вообще, почему ты плохо пахал и работал для того, чтобы Лёлькин пыл и аппетиты умерить? И я так понимаю, что именно так бы вы своему ребёнку и говорили. А потом, главное, вы бы ещё не забыли прибежать к Лёле на канал и рассказать, какой ваш сын подонок. И как он скотином мог вот так вот с Лёлечкой поступить. И вообще рассказать, что на самом деле он у вас говном и был. Просто Лёля этого не разглядела. Ну а вы, как матушка, не могли об этом ей сказать. Но вы знали, что вы воспитали подонка, козла и гондона. Именно вот так это и должно выглядеть. Правда же? Вот так это для вас и выглядит. А вообще, если без Стёба, ребята, любую ситуацию каждый из нас правильно пропускает через себя. Вот я, например, любую ситуацию, даже связанную с Лёлей, пропускаю через себя. И понимаю, сделала бы я так или никогда бы я так не сделала. И то же самое и здесь. Перед тем, как кричать, какой Саша гондонщик. Гондонщик, представьте на месте этого самого Саши, вашего сына. И вот посмотрим, как бы вы сказали, что ваш сын гондон, потому что отказался от Лёльки, от её хозяйства, от того, что его постоянно называют содержанцем и еждивенцем. Чувак, который не в состоянии никогда заработать бабок. И как бы вы от этого кайфовали. Отдельно стоит отметить, ребята, что ей, в принципе, на пути попадались достаточно такие, ну где-то вот в этом плане достойные мужчины, которые никто из них не лили грязь в ответ на Лёлю. Вот они, знаете, уходили красиво. Уходили по-английски не прощаясь, но уходили красиво. Никто из них, да, там не вышел ни на один обзорный канал, не начал рассказывать правду о Лёльке, там снимать свои какие-то ролики, да, обличающие Лёльку. Никто из этого, из них никто этого не сделал. И это уже выглядит очень достойно. И вы знаете, очень странно, когда человек рассказывает, какие они все трое были гондоны, но никого из них не было Робин Гуда. Вот получается, знаете как, Лёля одна вся в белом, Лёля такая хорошая и идеальная женщина, но одно говно к ней почему-то липнет. Но знаете, закономерность, подобное всегда притягивает подобное. И для меня странно, когда ты обливаешь грязью отцов своих детей. Когда ты, например, говоришь, что Женя мразь, ну ты рожала от мрази. Женя скотина, ты родила от скотины и ни одного ребенка. И простите, ребята, но для того, чтобы убедиться, что чувак скотина, достаточно одного ребенка, и ты уже понимаешь, куда ты встряла и попала. Но Лёля, знаете, с таким вот упоением каким-то регулярностью и стабильностью продолжала и дальше от вот такой вот мрази плодить детей. И теперь, конечно же, время пришло Саше. И Лёля в диком возмущении, что еще находится тот, кто Сашу оправдывает. Ну действительно, ну что чувака оправдывает? Ну не справился он, ну не вытянул тегла с десятью детьми. И, кстати, как кричат хомячки, что Саше нужно было дать время. Дать время привыкнуть и свыкнуться. И с хозяйством, и с Лёляными детьми. И, ребята, вы знаете, можно свыкнуться с детьми тогда, когда эти дети тебе в радость, когда эти дети к тебе с уважением относятся, когда тебе комфортно среди этих детей. Но когда, простите, вы приходите в дом, где балаган, где дети не приучены никакому порядку, нет никаких рамок, никаких ограничений, им можно абсолютно все, лишь бы они не трогали и не задрачивали маманьку. И не мешали ей в этот момент стримить, где они хоть на головах ходят, то, естественно, как бы приятного очень мало. Поэтому, и когда опять-таки говорят, что к детям нужно привыкнуть, нет, я думаю, что чувак просто не рассчитал своих сил. Он не думал, что это будет так тяжко и так напряжно. И, простите, но вы приходите в дом, где реально толпа детей. И это дети не ваши, это не дети, которые появились в процессе вашей семейной жизни. Вы этого не хотели, вы это по факту получили. И я думаю, что чувак просто не просек фишки, а потом просек и понял, что он сдувается, он не в состоянии вытянуть это тегло. Ну и далее перейдем, конечно же, к хозяйству. Как оказалось, Сашка Лельки толдычил по поводу того, что он очень любит хозяйство. Но Леля видела, какой он ходит вечно с недовольной мины. И вот у меня возникает вопрос, если ты видела, что он ходит с вечно недовольной мины, какого ты нагребала еще этих животных? И как минимум, да, нужно было удостовериться, что человеку это в кайф, а не ему это навязали. И тогда уж делать какие-то выводы. И вообще понимаешь, что, ребята, Леля жила с Сашей и не видела абсолютно ничего в нем плохого. Но как только она его попросила на выход с вещами, сразу вот у нее прям моментально на него открылись глаза. В течение года не видела, а теперь резко все увидела. И все стало на свои места. И Саше возврата не будет. Ну и далее перешла похвалить себя любимого. Как выяснилось, Леля сейчас со своими тремя дитями на хозяйство в день тратит 10-15 минут. И так два раза в день. Вот действительно, тогда становится непонятно. Лелик, что же там Санек делал от зари до зари? От заката до заката. Ты же нам рассказывала, что глубокой ночью он продолжает пахать. Что там можно было пахать, если вы справляетесь четверо за 10-15 минут? А вообще, ребята, я уже говорила, на ее хозяйство, на всю управу, даже если бы они все были дойные коровы у нее стояли, ну это максимум полтора часа в день за раз. Полтора утром, полтора вечером. Ну пусть еще час в обед раздать дополнительно сено, поставить воды там, свинкам кормовую базу обеспечить и так далее. Ну то есть реально это трудозатратности по времени 4-4,5 часа потолок. Поэтому что там Санек делал днями и ночами, действительно вопрос. Я так понимаю, что он просто линял от Люли и не было у него желания возвращаться в этот ад. Поэтому я предпочитал где-то там тусить на улице, лишь бы не идти к Лельку. Ну и далее Люлик порадовала Хомяков, что ребята едет очередной сюрприз вместе с сыроварней. Да, она так и сказала, что для вас будет сюрприз. Я не знала, что если там идет какой-то в комплекте подгон к этой сыроварне, что это сюрприз и подарок именно для Хомяков. Но Люля удивила, как всегда так удивила. И так ему сказала, не гадайте и не пытайтесь угадывать, что там едет. Вы никогда не догадайтесь, но вы будете в шоке. Леля, главное, чтобы ты выдержала этот шок. Хомяки уж как-то 100% переживут. Ну и дальше люди интересуются, ребята, уже не только бывшими мужьями, но интересуются тем, а поддерживает Леля отношения с кем-нибудь из бывших помощников. И Леля так и сказала, что нет. Ни с кем она эти отношения не поддерживает. Ни девочки-близняшки Лелику не отписались. То есть то, что я тогда и говорила, что они просто на тихом ужасе свалили и просеклись, что с нее даже страшно трубку взять, чтобы она их не загипнотизировала. Поднять трубку. Чтобы она их не загипнотизировала и не вернула каким-то чудом обратно. Та же Альбина недолго тягла, вытянула и потеряла. Ну вот Надюха, Надежда, да, единственная задержалась. Но там, я так понимаю, что человек где-то в космосе обитает, все ее сознание там вот где-то в высших материях. Поэтому она и в состоянии была это выдержать. На зима, Боря, да, никто, понятно, с Леликом отношения не поддерживает. И единственное, как выяснилось, кто Лельке позвонил, это была именно Надежда. Остальные просто включили потеряшку. Так же, кстати, как и Сергей Петрович. Ну и опять-таки, отметьте, на кого из этих людей Лелик не успела вылить говнище. Ну разве что Надежду она не трогала и не очень-то по девочкам прошлась. А всем, в принципе, от Лельки рано или поздно доставалась на орехи. Ну и далее перешли к тому, что Лелька опять-таки возмущается и жалуется, что Саша, ребята, не выполнял роли функции мужа. Он выполнял роль помощника. Я не знала, что у нас принято всем помощникам раздавать. Давать свою золотую пипи, потому что поощрять как классного работника. Вы меня простите, ребята, но если для тебя чувак выглядел как помощник, а не муж, какого ты от него беременела и какого ты продолжала эти отношения. Но если ты видишь, что чувак никак не развивается в роли мужчины и отца для твоих детей, да, или отчим, ну понятно, не отца, а друга для твоих детей, то у меня возникает вопрос, на кой ляд это было все продолжать. Но я так понимаю, что Лелька преследовала свои интересы. Ей был выгоден Саша, потому что постоянно под рукой выполняет больше функционала, чем любой помощник. Еще пипи золотую радует. Помимо этого денег ему платить не надо. Ну, в общем, много функций в одном лице. Еще, кстати, и потенциальный папа, от которого можно было в очередной раз залететь. И поэтому, когда Леля говорит, он не выполнял функции мужа, Лелик, так ты бы уже обозначала, какие же конкретно роли, функции у твоего мужа должны быть. Ну и далее Леля рассказала, что Саша никогда бы не смог быть кормильцем, хотя бы потому, что не смог бы вывезти и продать Лелину продукцию. Но вы знаете, ребята, для меня тоже какие-то очень странные претензии и предъявы. Почему? Потому что те люди, кто занимаются хозяйством, у каждого есть свои обязанности. То есть, да, каждый выполняет свою работу. Это точно так же, как и бизнес. Например, я не знаю, кто-то занимается переговорами, организационными вопросами, кто-то занимается, ведет бухгалтерию, доставку товаров, контроль витрин и так далее. У каждого свои функции. И если, например, да, ну вот то же самое, мне муж придет и скажет, блин, я не хочу делать творог, я не хочу учиться делать творог, я не хочу учиться делать сливки, масло сливочное и так далее, варить сыр. Ну, как его можно заставить это делать? И тем более, каким вообще боком он должен это делать? Если, например, мой муж таскает навоз, таскает воду, таскает сено, доит коров, притаскивает в дом это молоко и так далее, ухаживает за остальной скотиной, почему мой муж должен еще думать о том, как это реализовать? Если я в этот момент свободна, и это мой головняк уже как организовать реализацию, сбыт готовой продукции, но никак не мужика. И уж тем более не стоять выготавливать твороги, сливки и так далее. Когда Лёля говорит, я бы его и этому научила, ну охренеть, Лёля, вот только оставалось его еще и этому научить, и тогда бы ты была просто вот блогер-блогер. Ну и далее, ребята, комментарий, который задел Лёлю. Оказывается, Лёле пишут по поводу того, что ее бросают мужчины, и Лёля это опровергла. Это не ее бросают мужчины, это она уходит от всех красиво, с высоко поднятой, гордой головой. Это она всех мужиков бросает, да. Вот я, глядя на нее, так и понимаю, только бросает она их в основном тогда, когда они становятся невыгодны и неудобны. Пока Женя Бе был выгоден, и пока Лёлька не чухала бабло, не чувствовала с Ютуба, она терпела Женька. Она терпела, что он, подонок, бегал к бабушке, пенсию забирал, морковку дергал, приносил, да, вот эту помощь с церкви таскал, ни хрена не делал, ее, да, вот этой вот небесной валютой кормил. Лёляк все готова была терпеть, лишь бы Женек оставался рядом. Борюсик Лёлика вообще сам на выход попросил, и все об этом знают. И Саша, пока Лёлику был удобен, он был, но как только Лёлька просекла, что все больше и больше вопросов к Саше от зрителей, почему он не работает, почему он не зарабатывает, донаты упали. Людям уже это неинтересно, потому что они понимают, что они еще одного еждивенца посадили себе на шею. Вот тогда и Санек стал неудобен, и Лёлик резко, красиво, и с ним попрощалась. Хотя первое, до этого полетела к нему в Волгоград, да, по-моему, где она с Сатьей встречалась, на очередную встречу примирения. Поэтому, опять-таки, и здесь Лёлька врет и лукавит. Она прощается с мужиками тогда, когда они становятся крайне ей невыгодны и неудобны. И надежда на то, что хомяки в очередной раз увидят страдания, переживания, в очередной раз разрыв отношения, вот эту бесконечную Санта-Барбару, в которой нет хэппи-эндера, жалобятся и больше дадут. Что, кстати, и происходит. Лёлик так и отметила, что сегодня ей активно дают. Лёля, еще что ж тебя ждет впереди, еще больше давать будут. Главное, побольше. Говна лей на Сашу, и донаты тебе обеспечены. Ну и далее перешли к очередным Лёлькиным напоминалочкам по поводу того, что вы не забывайте, мне приходится приглашать много людей, чтобы была адекватная помощь. И вот здесь у меня, опять-таки, возникает вопрос. У тебя под рукой два молодых здоровых ловца, у тебя под рукой старшая дочь. Для каких целей ты еще и приглашаешь дополнительных помощников, если сама утверждаешь и говоришь нам о том, что ты справляешься в четвером за 15 минут утром и 15 минут вечером. Простите, ребята, но для молодых хлопцев вывезти навоз или скинуть тюки сена или перетянуть мешки с зерном это просто ни о чем. Так в чем прикол? Зачем еще нужна дополнительная помощь? Ну я так понимаю, что это дополнительный повод выдает с хомяков бабло. Ну и далее полетели вопросы, интересуется ли Санек Лелиным здоровьем. И Леля так и сказала, что ничем абсолютно он не интересуется. Ему это не нужно. И вообще она ждет, что он проявит себя как отец. В ее понимании, да, будет хорошим отцом, пришлет ей денег на помощника, на лекарства, на роддом, который Леля хочет. Леля, ему дешевле губозакаталку тебе прислать. Один раз купил, ту губу закатала, подкатала и просто порядочек. Потому что Лелины вот это вот помощника, простите, это он тебе создавал это хозяйство, что он тебе должен на помощника прислать. Роддом, Леля, едь рожай как все, отблагодари врачей, договорись, я не знаю, за индивидуальную палату и рожай на общественных началах. Но простите, ребята, сколько чуваку нужно заработать, чтобы оплатить Лельке частный роддом, который она хочет, и не где-нибудь, а примехонька в Москве. И еще и на лекарства пришли, на содержание Лелика пришли и так далее. Я так понимаю, что чуваку нужно пыхтеть, пыхтеть, и дня белого не видеть, потому что хотелки у многомамки просто, я не знаю, какие-то необъемные. Вот знаете, непосредством человек живет. Она насмотрится красивых картинок, и ей так хочется, только уровень. У Лели далеко не такой. И поэтому, когда она кричит, чувак пришлет, чувак пришлет, Лель, тебе кто из бывших мужей, чего там где, когда прислал? Почему же к Саше такая повышенная планка? Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!